В нашей передаче «Помогать легко» мы знакомим вас с историями детей и их победами над своими болезнями. Маленькой Юлиане чуть больше трех. Родители с нетерпением ждали ее появления на свет, и ничто не предвещало беды. Но спустя месяц после рождения мама забеспокоилась, ведь малышка плохо спала, все время плакала и не развивалась как положено. Юлиана у нас при рождении была здорова. Никаких причин не говорили, что она болеет. У нас было все здорово. Но три месяца, когда ей было, поставили диагноз гипоксическое поражение с ЛНС. Но она при этом не держала голову. Но несмотря на это, нам говорили, не стоит переживать, при гипоксии такое бывает. Мы поехали в Казань к профессору-неврологу. Нам посмотрели. Мы до этого времени лежали в республиканской больнице. Тихорецкие, да, лежали. Потом там нам КТ сделали. С этим КТ мы поехали вот к этому неврологу. Он нас посмотрел и сказал, у вас лечит и не знает на чего. Говорит, проверьте вы свою читавитку. Наверное, говорит, у вас гормональный сбой идет. Мы вот сдали, пошли к эндокринологу. Нам поставили диагноз гипотириоз. Первичный гипотириоз. У нас гормональный сбой очень сильно повышен. Когда в роддоме скрининг делают, у нас этот скрининг был почему-то очень хороший. Диагноз был поставлен поздно, выявили поздно. Поэтому мы упустили очень много времени, драгоценное наше время. Поэтому сейчас надо уже это догонять. Гипотириоз – это такое заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Это приводит к тому, что не все потребности организма восполняются. И, соответственно, идет нарушение работы органов и работы центральной нервной системы. Идет вот к такому грубому отставанию в развитии. Несмотря на то, что заболевание у ребенка серьезное, и ребенок находится на заместительной гормональной терапии, это очень долгий процесс восстановления. Медленными шажками мы идем в правильном, наверное, направлении. Мы надеемся, что мы поможем ребенку приобрести какие-то жизненно необходимые навыки. Дать надежду на выздоровление и назначить необходимое лечение Юли и Ане смогли в Центре абилитации «Любимый малыш». Руководитель Центра Латыпова Фуэруза Муноваровна не только составила план лечения, но и организовала прохождение оздоровительного курса за счет средств благотворительного фонда «Особенные дети». Девочка с очень сложным заболеванием. У нее и гипотириоз, который очень поздно выявили, только после года, и тяжелое гипоксическое поражение головного мозга. Три-четыре раза полноценного лечения они, наверное, прошли у нас. И за это время она научилась удерживать голову, она научилась хорошо переворачиваться, пытается садиться уже, появились эмоции. Она очень хорошо начала реагировать на сестру, на родителей, на голос окружающих. Она начала улыбаться. И кроме того, она еще начала спать. Гуление появилось, потому что звуков никаких не было, когда она к нам поступила. Ну, маленькими, очень маленькими шагами идем. Волшебных таблеток не существует, уколов тоже. Нейронные связи после года, после шести месяцев образовывать сложнее. И с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Очень хорошие родители. Они очень надеются на хороший исход, очень хорошо занимаются. Мы постоянно даем им рекомендации. И думаю, что дальше будем заниматься и все-таки сможем ее на ноги поставить. Нас приняли здесь широкой рукой, можно сказать. Тут работают очень хорошие люди. Нас приняли. Мы их очень сильно любим. До этого времени Юлиана у нас не держала голову, не переворачивалась, не улыбалась. Сейчас она, слава богу, научилась голову держать. Не только улыбается, теперь она и смеется. Пока есть шанс, точно потому что есть какие-то изменения. Маленькими шажочками, но они какие-то есть. Для нас это очень сильно большое значение имеет. В центре Юлиана проходит комплексный курс, в который входят сеансы боботтерапии и оздоравливающего массажа, занятия с логопедом-нейродефектологом и психологом. Юлиана, давай поздороваемся с Лялей. Ляля, привет! У Ляли ручки. У Ляли ручки. А у Юлианы где ручки? Юлиане очень повезло. У нее родители выполняют все рекомендации, данные специалистами. У нее старшая сестра, которая работает наравне с мамой и папой. Но помощь специалистов требуется у Юлиане регулярно. Большие промежутки ей делать нельзя. Потому что если период ожидания чуть-чуть затягивается, мы начинаем всю работу с нуля. Без специалистов большой откат обратно. Юлиана забывает проделанную всю работу. И мы начинаем все снова. Наша первоочередная задача – это увеличить время продуктивной работы. Чтобы она слушала, слышала и могла как-то реагировать на наши занятия. Перспектива развития та или иная в той или иной мере есть у любого ребенка. И мы не имеем права сказать ни одному из наших пациентов, что вы можете идти домой и спокойно там жить. Ребенок любой требует внимания, занятий. У каждого свои шажочки. Но Юлиана, когда с ней идут регулярные занятия, продвижение есть, результаты есть. И ей необходимы занятия со специалистами. На протяжении всего лечения есть положительные успехи. Что хотелось бы подчеркнуть. На фоне ее тетрапореза у нее появился баланс тела. А именно она начала успешно координировать в пространстве. То есть удерживать тело в пространстве. Предпринимает попытки для того, чтобы самостоятельно начинать сидеть. Удерживает спину. Гораздо лучше начала держать голову. Общий эмоциональный фон стал гораздо спокойнее. Общий мышечный корсет стал гораздо крепче. В дальнейшем мы ожидаем еще гораздо больших успехов от нее. В том плане, что она уже начнет очень хорошо сидеть. С каким результатом пришли они к нам. И чего достигли мы на данный момент. Изменения есть. И, конечно же, они не маленькие. Когда ребенок рождается, он не умеет удерживать голову. Если здоровый ребенок этому обучается сам. Потом переворачиваться, садиться, ползать, ходить. То это в течение года. Идут нейронные связи. Образовые нейронные связи. А у больных детей в течение года самостоятельно это не образуется. Этому их нужно обучать. И обучение занимает время. Дольше времени занимает, когда поврежден мозг. Потому что те участки, которые не повреждены, они должны взять на себя функции поврежденных участков. Это занимает больше времени. И поэтому, а когда мы начинаем заниматься этими навыками уже в три года, естественно, мы уже и время упустили, и сенситивные периоды упустили. И нам приходится подольше заниматься. Я хочу отметить, что семья Салимгореевых – это одна из тех семей, которые приезжают нам в центр в полном составе. Мама, папа, старший ребенок и вот Юлиана. Очень важно, чтобы семья не теряла целостность, чтобы они поддерживали друг друга не только в радости, но и в таких трудных ситуациях, когда ребенок нуждается в их общей поддержке. И мама нуждается в поддержке папы, папа нуждается в поддержке мамы. И все вместе они работают над этой ситуацией, не теряя единство. И вместе смотрят в одном направлении. Все это очень важно. Гармония в семье. Они являются примером для многих наших родителей. История Юлианы только начинается. Да, этой юной принцессе предстоит пройти большой и сложный путь к своему здоровью. Но с поддержкой любящих и целеустремленных родителей, помощи квалифицированных специалистов, неравнодушных людей, ее старания непременно принесут результат. Мы верим в Юлиану. А вы верите? Субтитры создавал DimaTorzok